Футбол Ньюс Футболисты Тоттенхема вынесли мяч на крае штрафной, но сами того не заметив, они лишь подарили его им голоконте, ведь по-другому этот момент назвать просто нельзя. Но француз же воспользовался своим шансом сполна и после ряда рикошетов поразил ворота аргентинского вратаря 1-0. И вот уже через несколько минут травму получает игрок Тоттенхема Бен Дэвис. И после нескольких минут лежания на газоне, главный тренер Шпор Моисио Почетина принял решение заменить его на Дэнни Роуза. Сезерас Пеликуэтер подключился к очередной атаке Челси, получил пас на краю чужой штрафной и отпасовал в центр, откуда Эдди Назар в касание отправил мяч точно в цель. 2-0. Именно с этим счетом закончился первый тайм. Но вот уже в начале второго футболиста Ланхема Фернандо Лоренте записывая свою фамилию на табло. Вышедший на замену Дэнни Роуз увидел на краю линии вратарской открывающегося Фернандо Лоренте и без раздумий выдал на него идеальную передачу. Испанин же воспользовался своим шансом и забил гол. 2-1. По сумме двух встреч счет стал 2-2. И тут я, с вашего позволения, хочу напомнить регламент полуфинала этого турнира. Во-первых, правила выездного гола здесь не работают. А во-вторых, в случае ничьи по сумме двух встреч игроки без дополнительного времени сразу же приступают к пробитию 11-метровых ударов. На 80-й минуте второй раз за матч Коучу Шпор Мависю Почетина пришлось проводить вынужденную замену. Да, такому исходу явно не позавидуешь. На этот раз сломался Муса Сисако, которого заменил Санчес. За счетом 2-1 закончилось основное время. Ну а теперь переходим к самому интересному, к серии послематчевых пенальти. К мячу подходит Кристиан Эриксен. Удар. Уверенно забивает. 1-0. Вилья, на экс-футболе Шахтера подходит к мячу. Давай, я в тебя верю. Браво, это гол, это 1-1. Эрик Ламела подходит к мячу. Разбег, удар. И это гол. 2-1 тот, чем вновь выходит вперед. Распилекуя троу мяча. Удар. И вновь гол. Уверенно идут команды 2-2. У мяча Эрик Зайер. Удар. И мяч летит выше ворот. А вот, друзья, и первая ошибка в этой футбольной лотерее. А вот сейчас футболисты Челси могут выходить вперед. Так, у мяча Жоржиньо. Разбег. И мяч в сетки ворот. Они это делают. К мячу подходит Лукас Мора, вышедший на замену в этом матче. Разбег. Ах, удар. И Кепа и Сабалага тащат этот мяч. И вот теперь Челси может выходить в финал. Но для этого еще нужно забить. Давид Луис подходит к мячу. Удар. И они это делают. Челси выходит в финал Карабал Кап. И в финале встречится с Манчестер Сити. Ну что ж, а теперь подведем итоги. Во-первых, пенсионерам явно сыграло на руку отсутствие Гарри Кейна и Дели Али. А также необоснованное появление на скамейке для запасных у Гуляриса. Во-вторых, этот трофей скорее важен не для Челси, а для их итальянского наставника Маурицо Сари. Для него этот трофей может стать первым в его тренерской карьере за Челси. Ну и в-третьих, лучшим игроком матча, по моему мнению, становится Эде Назар. И вот мне кажется, с этим никто не поспорит. Всем огромнейшее спасибо за просмотр этого видео. С вами был, как всегда, Миша, канал Футбол Ньюс. Любите футбол, подписывайтесь на канал. Всем пока!